МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная служба Седьмого канала подводит итоги дня. Вторника, 21 марта, в 8 вечера показывают студийные часы. Пришло время вам узнать все, что знаем к этому часу мы. В студии Максим Маленов. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Блокада, Затоки и Нищающий колледж. Главный вопрос и сессия областного совета. Не дай бог вы никогда увидели ту ситуацию, которую я видел в начале февраля, когда эти 57 детей, сирот и так далее, стали возле кабинета на колене с протянутыми руками. Последствия перекрытия. Херсонские спуски, улица Преображенская замерли. Самое большое столпотворение машин образовалось здесь, на пересечении улиц Садова и Преображенской. Не квартира, а притон. Несносные соседи льют отходы через окно и отравляют жизнь всему подъезду. Ну вот, прям с нас течет, то, что они писют, у них прям в ведра текут, и все это выливается через верх, идет, идет. А теперь об этом и многом другом подробно и по порядку. Девятая очередная сессия Одесского областного совета началась с опозданиями. Под звуки сразу трех митингов. Будущие моряки требовали денег для своего колледжа. Депутаты написали целую стопку обращений в Киев, а глава региона сообщил об успешных переговорах с Молдовой. Все подробности по порядку, Игорь Хмурый. Начало сессии переносится на 11.00. Сперва в повестке оказалось полсотни пунктов. Еще несколько десятков добавили с голоса. В частности, депутаты обратились к обмину и Верховной Раде с просьбой подстегнуть затянувшийся ремонт моста в Паланке. Также вспомнили о транспортном коллапсе во время частичного перекрытия его коллеги в Затоке. Я обращаюсь к главе областной державной администрации взять под личный контроль этот вопрос и, возможно, провести переговоры с залезной областной, для того, чтобы они все-таки, если они возьмутся за ремонт второй полосы Затокского моста, чтобы не наложилось этот период на ремонт с мостом в Паланке. Но оказалось, что глава области Максим Степанов уже начал решать эту проблему. Мы заканчиваем уже переговоры с молдавской стороной. Вышли уже практически на подписание документов о выделении нам участка земли для того, чтобы мы могли сделать объездную дорогу на время ремонта моста в Паланке. До, я думаю, 20 апреля эта дорога начнет уже функционировать. Начнет функционировать та дорога через Паланку. Не забыли и о митингующих из Черноморска. Глава морского колледжа обратился к депутатам с трибуны, сообщив, что 26 учебных заведений находятся на грани закрытия. В первую очередь, недофинансирование ударит под тем, кого и так побила судьба. Не дай бог вы никогда увидели ту ситуацию, которую я видел в начале февраля, когда эти 57 детей-сирот и так далее стали возле кабинета на корене с протянутыми руками. Глава областных финансистов заявила, виноваты сами депутаты. После того, как Киев сбросил содержание училищ на регионы, облсовет так и не принял проект их оптимизации. Также чиновница заверила, денег училищам хватит до середины года, а потом отчетная сессия выделит еще. К сожалению, мы с вами не поддержали этот план оптимизации, на который даже были согласны директора профессионально-технических училищ. Мы на сессии за первое полугодие вынесем дополнительный финансовый ресурс с учетом этого плана. Но представители митингующих заявили, прописанных в бюджете денег едва хватит до середины мая. Компромиссом оказалась поправка. Депутаты почти единогласно поручили профильным департаментам расписать оптимизацию госзаказ до 1 мая. Игорь Хмур и Евгений Руденко, 7 канал. От проблем области переходим к нашему городу. Выбраться с поселка Котовского. После перекрытия Пересопского моста доехать в центр стало настоящим испытанием для многих тысяч горожан. Не облегчает ситуацию и ограничение движения на улице Преображенской на участке от Садовой до Бунина. Какова жизнь после перекрытия, проверяла моя коллега Екатерина Лапицкая. Проверку степени загруженности дорог мы начнем от железнодорожного вокзала. Канатная свободна, греческая свободна, польский спуск тоже. До Пересопи добрались быстро. По улице Черноморского казачества доезжаем до первого же перекрестка и идем на разворот. Преодолев все ямы, выезжаем на улицу Атамана Головатого. Там работают регулировщики. Пересы проехали быстро. Проблемы начинаются уже на Херсонском спуске. Вместе с другими автомобилистами плавно движемся в пробке в сторону центра. Чудесные люди. Не будет невозможно. А как долго вы тянетесь в пробке? Я не засекал время, но долго. Это неудобно, естественно. Мы все понимаем, что это нам на пользу. Ближе к городскому саду сталкиваемся с еще одной тянучкой. Самое большое столпотворение машин образовалось здесь, на пересечении улиц Садова и Преображенской. Многие водители почему-то не знали, что и этот участок тоже окажется перекрыт. Мост знал, что перекрытый, а здесь не знал. И попал в пробку. Обычно 20 минут 30. А сейчас уже час еду. По словам сотрудника парковки, теперь пробка здесь почти постоянно. Большие пробки в дворе начинают ездить машины. И большие пробки. Большое столпотворение машин. Вот, и не могут проехать. И всякие три сутка, да, это все закончится. Хотя он только-только начался. Автомобилисты в нетерпении сигналят, но деваться уже некуда. Это ужас. Тяжело ездить. Ну, реально, я не знаю. А вы с тресцепи едете? Нет, я еду по городу, но вот уже... То, что я мог проехать за пять минут, я еду полчаса, минут сорок. Ну, как-то так. Я не знаю, не берусь оценивать, но нехорошо. Почему все вот эти вот дороги, по которым мы можем попасть в город, они все заблокированы одновременно? Что в прошлый раз, когда заблокировали объездную и мост, сейчас мост и все выезды с моста тоже заблокированы, как вы видите. Недовольны происходящим даже водители маршрутных такси. Уже полчаса, даже больше, уже около часа. Как пассажиры реагируют? Злятся. И я. Патрульная полиция уверяет, чтобы минимизировать возможность пробок, тщательно следят за парковкой в проблемных участках. По Преображенской, вокруг, по объездным окольным путям улицы, по переулку Некрасова, по Маяковского, по Гоголя, задействованы пешие наряды, которые не дают парковаться с нарушением права движения и благодаря этому пробки не собираются. Пешие наряды и регулировщики будут усиленно работать в проблемных районах и дальше. По крайней мере, пока водители не привыкнут к новой схеме движения. Или ее не поменяют. Военного комиссара задержали на взятке прямо в рабочем кабинете. Его поймали на горячем оперативнике управления защитой экономики и следователей военной прокуратуры. Районный комиссар, полковник, 1979 года рождения, требовал и получил 6200 гривен от двух человек. За это вознаграждение он пообещал не привлекать их к административной ответственности, а одного из мужчин в связи с состоянием здоровья и вовсе снять с учета. В Одессе канализационные стоки сливают прямо в катакомбы. Такие опасения высказывают жители улицы Владимира Сосюры. Местные переживают, что из-за нарушения отвода нечистот двухэтажный новострой рухнет вместе с другими домами. Подробнее об этом смотрите в сюжете Ольги Голдовой. Этот дом в Малиновском районе начали строить летом прошлого года. По словам местных жителей, это должен был быть обычный частный дом. А выросло здание на 12 квартир. Горсовет дал. Дом сдан, претензий нет. Это в электронной почве мы написали. Дом сдан, проблем нет. Газк морозится, не дает ответ по существу, есть ли нарушения по данному строительству. Полгода Газк морозится. Местные жители беспокоятся, что дом по адресу Сосюры 18-Б станет настоящей угрозой для остальных строений. Густо заселенное здание может просто провалиться под землю и потянуть за собой другие дома. Дело в том, что район стоит на катакомбах, а застройщик не продумал систему канализационного слива. По словам местных жителей, стоки будут стекать под дом и подмывать целую улицу. Застройщик же говорит, что планирует сделать отдельный водопровод и подключиться к городской канализации. Есть проект согласован на прокладку канализации туда же в этот коллектор. Воду, скорее всего, пересогласуют с той же магистральной, хоть и но и слабое давление. Ближе, где-то в начале апреля мы планируем показать всем службам, все показать, рассказать и начать работу. Местные говорят, что застройщик уже возвел в этом районе несколько домов. В них якобы тоже есть проблемы с канализацией. Сережа и Алла строили этот дом и сдали. Здесь за забором они поставили прямо на меже ямы, в которой идут четканализационные стоки. И все канализационные стоки идут ко мне в огород. Это тянется с осени. Во время строительства спорного дома на стройке произошел обвал грунта. Яму засыпали. Сейчас застройщик ведет поиски входа в катакомбы, чтобы понять, как обрушение повлияло на состояние здания. У нас на сегодняшний день есть такая служба, товарищество проходчик, инженерная служба, в которой мы обратились для того, чтобы они нам сделали все, чтобы этот дом был безопасен. На сегодняшний день угрозы они не видят, но поиски они ведут для того, чтобы в будущем весь этот район обследовать и понимать, где какие катакомбы проходят. Местная администрация застройки знает, а вот вопрос канализации остается открытым. Удовольствия дорогостоящие. Это очень дорогая удовольствие, что канализация это. Ее нельзя провести к одному дому. По тому, как люди живут, то им говорят в службах, что у нас здесь есть канализация по каким-то там бумагам. А на самом деле у нас у каждого выгребная яма. Ольга Голодова, Алексей Барановский, 7 канал. И продолжая коммунальную бытовую тему. В их квартире нет ни окон, ни дверей, зато полно хлама и мусора. Они испражняются в ведра и выливают отходы с балкона прямо на головы прохожих. Уже 8 лет на проспекте Добровольского жильцы одной из квартир в доме номер 139А, в прямом смысле слова, отравляют жизнь всему подъезду. В гостях у несносной семьи побывала Анастасия Кожушка. Ну вот, прям с нас течет, то, что они писют, у них прям в ведра текут, и все это выливается через верх, идет, идет. Ольга показывает огромные потеки, которые уже пропитали стены ее квартиры насквозь. Соседи сверху регулярно затапливают не только девушку, но и тех, кто живет на нижних этажах фекальными отходами. Судя по унитазу, им даже не пользуются. Знаете, как бесхозная квартира. И все наркоманы, и все тут ютятся, собираются и делают свои уколы, там все, готовят наркотики. Понапиваются, рыгают через окно до первого этажа, это все по окнам течет, по стенам. По словам местных жителей, все ужасы начались 8 лет назад. Тогда умерла мама Сергея и Веры. Отец их бросил, и все пошло наперекосяк. Затем алкоголь, наркотики и жилье постепенно стало превращаться в помойку и наркопритон. По всей квартире шприцы и хлам. Несносные соседи живут вот в этой квартире. Дверей здесь нет, и запах фекалий разносится по всему подъезду. Находиться здесь невозможно, это просто выедает глаза. У старшей сестры Веры ей 27, проблемы со здоровьем. Какие именно, соседи даже не знают. Но девушка не встает с постели и ест прямо с пола. Социальные работники сюда не ходят. А отец девушки только платит за квартиру и к родным детям даже не заглядывает. Она ходит без белья, она ходит голодная, во-первых. У них ни на чем не готовить, ничего. Ребенок голодный ходит. Я не знаю, куда смотрят эти службы, что вот так вот не обращают внимания. Ну, отец тоже. Больше всего достается соседке, разделяющую тамбур с несносной семьей. Но ни полиция, ни сотрудники ЖКСа, ни соцслужбы ничего не могут сделать. Мы их не трогаем, мы боимся, чтобы они нам дверь не спалили, потому что у нас деревянная дверь, мы молчим. Вы же видите, двери поломали одну, вторую половину поломали. Вешалку сняли, все, что было, посносили, убрали все. Наша съемочная группа вызвала участкового, но тот даже не приехал. Какова дальнейшая судьба больного человека в квартире, ставшей притоном? И что можно сделать в подобном случае? Подробнее смотрите в субботу в итогах недели с Еленой Крылатовой. Анастасия Кожушка, Андрей Кульба, Седьмой канал. Будем надеяться, что после нашего сюжета участковый обратит внимание на эту проблему, от которой страдает целый подъезд. Все-таки не может такого быть в современном городе в 21 веке. Будем следить за этим вопросом. Продолжаем выпуск. Уступи дорогу скорой. В Одессе сегодня патрульные и врачи раздавали листовки, в которых призывают водители пропускать машины экстренных служб. От этого ведь могут зависеть чьи-то жизни. После акции совместные экипажи провели контрольную проверку, как одесские автомобилисты реагируют на сирены и мигалки скорой. Все подробности далее в сюжете. На Среднефонтанской площади десяток патрульных и две бригады экстренной медицинской помощи. В руках листовки с призывом уступать дорогу машинам скорой. Листовки раздают проезжающим мимо автомобилистам. Основной посыл Одесса и Одесская область – это курортный регион. И, как правило, летом мы ожидаем большого наплыва гостей и отдыхающих. Но для того, чтобы обеспечить правопорядок, защиту и оказание помощи каждому человеку, оперативный транспорт должен двигаться быстро и оперативно. И доезжать вовремя. Виктория – молодой врач. Работает вскоре около года. Говорит, кроме того, чтобы быстро доехать на вызов, надо еще не менее оперативно доставить пациентов в больницу. А по дороге еще и оказать первую помощь. В автомобиле у нас аппаратура определенная, которая, допустим, помогает. Какой-то промежуток времени сохранить. Но, конечно, тяжело. Когда, допустим, идешь с определенной скоростью, ты находишься в салоне автомобиля и оказываешь на ходу помощь. И начинается, вроде бы, как идем равномерно, и тут резко либо по тормозам, либо мы ускоряемся. Тяжело. По статистике патрульных, после рейдов со скорой помощи около 85% одесских водителей сразу уступают дорогу. Остальные либо невнимательны, либо не предоставляют преимущества спецтранспорту сразу по каким-то другим причинам. Почему не пропускаем скорую водителя? А потому что с правой стороны машины не мог принять правую. Мы могли остановиться, правильно? Правое движение написано, либо остановиться, принять право-влево, правильно? Водительское удостоверение документно-отрансные средства в страховой полюсе. Извините. Вот это у нас такая сегодня акция. Сегодня предупреждаем, в следующий раз будем выписывать штрафы. Штраф составляется по демоксу Украины 510 гривен. Будьте внимательны, пожалуйста. Хорошо, спасибо. Всего доброго. По словам патрульных, они приняли эстафету акции от николаевских коллег. Одесса, в свою очередь, передает ее Виннице. Александр Полуев, Анна Гриня, Валентин Мирза, 7 канал. Необычное заседание в Приморском суде. Слушание по делу Галины Мартыновой подходит к финалу. Сегодня брали показания у ее детей. И напомню, что их всех по решению Одесской мэрии хотят забрать из семьи и отправить в приют. Все подробности знает Юлия Федорова. За заседание Приморского суда сегодня заняли дети. Они все воспитанники Галины Мартыновой. Выступить в защиту семьи пришли представители общественных организаций, волонтеры и юристы. Но сегодня слово только детям. Они переживают и говорят то, что думают. Я пришла сюда, чтобы сказать, чтобы не трогали наших, ну, моих братьев и сестер. И вообще никого в нашей семье не трогали. Как бы мы это целое. И вообще, почему сейчас, когда у нас именно стройка, нас начинают дербать. Напомню, по решению чиновников городского совета, самая большая одесская семья должна быть расформирована. А дети отправлены в интернаты и приюты. Кто же из детей захочет идти в приют? Я не почему-то уверена, что я могу их спасти. А я в этом не уверена. Я просто прячу их, убегаю, вот судимся. Сегодня самые маленькие члены огромной семьи по очереди озвучивают свое видение ситуации. И с трудом подбирают подходящие слова. Я хочу сказать, чтобы нас не разъединяли от мамы. Чтобы наша семья, как и была, так и осталась дружной, крепкой и счастливой. Дом, где живет семья, регулярно проверяют различные комиссии. Для каждого ребенка это огромный стресс. Это каждый раз посторонние люди в доме. Ты знаете, как живешь себе в квартире, а тебе постоянно кто-то заходит с властей и начинает задавать вопросы. В частном доме, в поселке Дачная, куда переехала семья, чиновники не обнаружили подходящих условий для жизни детей. Но полгода назад Галина Мартынова переехала вместе с ними в квартиру в Одессе. А вопрос продолжают рассматривать в суде. Здесь вообще как бы нечего рассматривать, потому что предмет иска было забрание детей из Дачного. Они там уже не проживают. Изменилось место условий, школа, и все изменилось. Пока идут разбирательства, детям пришлось сменить школы, оставить кружки и курсы. А еще они находятся в постоянном страхе и нуждаются в профессиональной психологической поддержке. Сама многодетная мама уже не справляется. Я очень плохо переношу. Я уже, во-первых, плохо себя чувствую, уже не в том возрасте. Они меня гоняют всю жизнь. Дают постоянно какие-то дома, в которых нужно делать ремонт. Все время тяжелая такая вот жизнь получается. А я должна спасти свою семью и детей, и животных. Ключевое заседание по рассмотрению дела о лишении Галины Мартыновой прав на воспитание приемных детей состоится 14 апреля. Оно и станет решающим в судьбе самой большой одесской семьи. Юлия Федорова, Евгений Руденко, 7 канал. В Украине необходимо изменить избирательную систему со смешанной на пропорциональную с открытыми списками. Такое мнение высказывают представители неправительственных организаций, а также международные эксперты. Сегодня в Одессе обсуждали нюансы такой реформы. Все подробности знают мои коллеги. По мнению экспертов ряда общественных, а также международных организаций, украинская избирательная система нуждается в реформировании. Сейчас в разных регионах Украины проходят консультации по этому вопросу. Можемо нагадать, что Венецианская комиссия дала достаточно экстра особливый высказок о украинских реалиях и пропонувала конкретную выборчую систему. Это пропорционная система с открытыми списками. В этом году уже была резолюция Парламентской Асамблеи Рады Европы, где проблема кодификации выборчого законодавства или использование пропорционной системы снова поднималась и актуализировалась в спектре всех реформ, через призму которых оценивается прогресс Украины. В Верховной Раде зарегистрировано несколько тематических документов, однако, по мнению экспертов, они далеки от идеала. Системы слишком сложны, избирателю будет очень непросто разобраться. Да и лишь две из них заявлены формально со списками открытого типа. В Раде перебиваю на расследовании пять законопроектов. Три проекти закону про парламентские выборы и два проекти выборчих кодексов. Варто визначити, что одним из проектов выборчого кодексу и одним из законов про парламентские выборы фактически пропонуется одну и ту же самую выборчую систему с открытыми списками, которая, до речи, базуется на выборчем кодексе 2010 года, который разработался тогда группой рабочей под керевницей Юрия Ключковского. Сейчас в регионах живо обсуждают варианты реформ, чтобы составить оптимальный документ и набор предложений. Обсудить перспективные пути, актуальные направления избирательной реформы, собрать мнение экспертов региональных и затем передать его рабочей группе парламентской, которая непосредственно отвечает за реформирование избирательного законодательства и таким образом, с одной стороны, стимулировать дополнительно наших парламентариев все-таки проявить необходимую активность и сдвинуть избирательную реформу с мертвой точки, а с другой стороны, дать им конкретный материал и фидбэк со стороны регионов, со стороны гражданского общества. Как на меня, уже в 2015 году были идеальные условия для проведения системы с открытыми пропорционными списками на местных выборах. И те, как бездарно депутаты Верховной Ради просто знищили всю эту систему и побудовали что-то неприродное, какую-то потвору, и это просто жах. То есть я честно переживаю, что мы пытаемся уже сделать нормальный и что-то нормальное порадить, а они все равно туда написывают всякого бреда, и мы с этим будем иметь проблемы. По словам экспертов, время для реформирования еще есть. Очередные выборы должны состояться в 2019-м. Если же осенью в Украине пройдут внеочередные выборы, то по действующей смешанной системе. Татьяна Милимко, Александр Полуев, Алексей Филиппов, Седьмой канал. Сразу же две группы подозреваемых в мошенничестве задержала одесская полиция. В первую входили гости из Киева. По версии следствия, две женщины втерлись в доверие к пожилой одесситке. Бабушке 84 года. Ей предложили участие в лотерее. Так у пенсионерки выманивали и выманили в итоге 2000 долларов и 15 тысяч гривен. Вторая группа работала у супермаркета на Глушко. Молодая одесситка и гастролер из Винницы также выбрали жертву пенсионерку. Деньги выманивали под видом работников магазина. Бабушке предложили купить акционную карту со скидками на продукты и лекарства. Дети солнца. 21 марта отмечают Всемирный день людей с синдромом Дауна. Попреки расхожему мнению, трисомия – это не болезнь, а генетическая аномалия, условленная наличием в клетках человека дополнительной третьей хромосомы в 21 паре. Эти люди по-другому смотрят на вещи, иначе воспринимают мир, он кажется им гораздо добрее, чем есть на самом деле. В гостях у солнца побывали наши корреспонденты. Поздравляем! У вас мальчик! Самый счастливый день для Полины Левченко стал началом совершенно новой жизни. В их семье появился особенный ребенок. Необычный, солнечный. Ни УЗИ-мониторинг, ни специальные скрининги на протяжении всей беременности не выявили диагноз трисомия. Мы узнали через пару дней, как он родился, что у нас особенный ребенок. Мы к этому не были готовы никак. Ни морально. Но это был, конечно, шок для всех. Врачи в спешном порядке посоветовали Полине отказаться от ребенка. Ведь и ход за детьми с таким диагнозом требует немалых усилий. К тому же у Читы Левченко уже был ребенок. Старший сын – Эдик. В это время был только один старший сын. Разница у них 12 лет ровно день в день. Он, в принципе, первый в роддоме заметил, что с ребенком что-то не то. Смотри, мама, у него там шесть пальчиков. Мы этого не заметили на ножках. Оставлять или нет, такой вопрос не стоял. Полина понимала, будет очень трудно. Первое, с чем столкнулась женщина – это полное отсутствие положительной информации о таких детях. Ну, страшно было, потому что мы не знали, что это, что нас ждет впереди. И было страшно. В общем-то, я открывала информацию в интернете, попадался мне один негатив. Заливались там слезами. Колоссальная поддержка мужа помогла Полине спокойно осмыслить произошедшее и начать действовать в правильном направлении. Массажа, специальная гимнастика, развитие мелкой моторики. А ведь некоторые врачи утверждали, что Коля не сможет держать в руках даже ложку. Наш ребенок пошел почти в два года. Когда уже мы ждали третьего ребенка. Говорить, конечно, мы тоже занимались психологами, слогопедом. Но, как бы, пока мы не говорим. Сейчас в специализированном интернате девятилетний Коля учится писать, рисовать и общаться с такими же, как он, солнечными детьми. Мальчик увлекается футболом и неплохо разбирается в компьютере. Есть ноутбук, да. Ему никто не… Ну, как… Что-то показывают, что-то нет. Но многое он разобрался сам. Как находить мультики, как их включать, выключать, как включать компьютер. Очень быстро все соображает и все сам делает. Несмотря на то, что ребенок практически не говорит, ни понять его невозможно. На протяжении всей съемки Коля проявил себя как настоящий гостеприимный хозяин. Напоил, накормил и даже придумал, как весело провести время. Коля, дашь мне конфетку? Давай. Ой, поделился даже. Спасибо, Коленька. Спасибо большое. Спасибо. Мне очень приятно. Спасибо. Основные опасения родителей Коля – это то, как этого доброго, необычного мальчика примет мир. Ведь социализация людей с таким диагнозом в нашей стране существуют значительные проблемы. А пока вся семья Левченко каждый день радуется тому, что в их доме солнце светит. Всегда. Елена Крылатова, Игорь Казанжи, 7 канал. На этом с новостями у нас все. Я прощаюсь с вами до завтра. Желаю вам хорошего вечера и отличной рабочей недели. Берегите себя и Украину. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok